Доброе утро, мои дорогие друзья! Это ваш второй прогноз на сегодня, 10 марта. Как всегда, пройдемся по всем знакам-зодиакам и вытащим по одной карте для каждого знака. Первая карта для наших дорогих и любимых умнов. Пятерка. Пятерка жезлов. Здесь может быть какая-то вражда, борьба, может быть будете бороться за что-то, защищать свою территорию, себя, свои интересы. Здесь также может быть конкуренция, может быть вы боретесь со своими конкурентами здесь. Но вы будете чувствовать себя очень под напряжением в этот день, потому что кто-то может вас будет провоцировать на какой-то скандал, на ругань, на спору. Либо, может быть, вы будете чувствовать немножечко, как будто нужно будет защищать себя, постоянно кому-то что-то доказывать, добиваться, либо отбиваться. Здесь также, если вы рассчитываете на чью-то поддержку, то, судя по этой карте, вряд ли вас кто-то поддержит в этот день, поэтому рассчитывайте только на себя. В позитивном случае по этой карте может быть, если вы занимаетесь спортом, или вы будете принимать какие-то участия в спортивных, может быть, соревнованиях в этот день. Но здесь именно может быть, что каждый будет сам за себя, потому что здесь именно каждый борется, каждый захочет стать победителем, выйти победителем в какой-то ситуации. Здесь можно давать физическую драку тоже, но здесь именно как будто кто-то вас будет провоцировать на какой-то скандал, на ругань, либо вы будете чувствовать себя под напряжением. Телец. Секунду. У тельцов у нас карта Император. Карта Император, Старший Аркан. Здесь именно как будто, знаете, вам нужно будет брать контроль в свои руки, управлять, достигать, завоевывать, стать этим лидером. Может быть, в этот день будет сложно с вами договориться, да, или наоборот, если вы планируете в этот день поговорить со своим руководителем, может быть, или попросить его о какой-то просьбе, вряд ли такой человек пойдет вам на компромисс, либо будет смягчаться. Здесь именно такой человек будет не эмоциональный, поэтому здесь, скорее всего, будет сложно с таким человеком договориться. Либо здесь вы будете этим Императором, который будет брать контроль и который будет брать дополнительные какие-то ответственности и делать что-то в этот день и принимать важные решения, либо наоборот, когда вы будете, может быть, общаться с таким человеком, это может быть карта руководителя, поэтому тогда будет очень сложно с таким человеком договориться, потому что на компромисс он точно не пойдет, и он не мягкий к характеру. И эмоции здесь он проявлять точно не будет. Близнецы. Двойка. Двойка жезлов. Здесь, знаете, как будто будете принимать какие-то решения, может быть, здесь будете определяться, строить какой-то план, потому что по двойкам это также дуальность. Есть что-то одно, захотите что-то второе. Здесь также, может быть, знаете, что-то связанное с переездом, с путешествиями, может быть, что-то связанное с заграницами, с дальними землями. Для кого-то, может быть, знаете, захотите приобрести второе образование, пойти учиться. Может быть, захотите обучаться именно в загранице, в другой стране. Но здесь как будто у человека уже что-то есть, но он хочет что-то второе. И здесь именно нужно будет построить четкий план, определиться, сделать какой-то выбор в этот день. Но здесь, естественно, вы оптимист, у вас есть желание, вы загорелись, вы уже ждете, вы хотите каких-то действий, вы уже хотите что-то начинать. Но здесь именно для того, чтобы что-то начать, здесь тщательно надо все обдумать и построить какой-то план, прежде чем начинать действовать. У раков у нас карта Мир, Старший Аркан. Здесь завершение цикла. Здесь какой-то цикл завершится в вашей жизни и начнется совершенно новый. Здесь может быть завершение проекта, ситуации, может быть завершение отношений каких-то, да? И начинаться будут какие-то новые отношения или какой-то новый проект, или будете развивать какие-то новые идеи. Но смысл в том, что здесь одно завершается, второе начинается, да? Эта карта также дает иммиграцию, переезд, ПМЖ, заграницы, что связано с заграницей. Это может быть ваши клиенты. Может быть здесь по одному циклу вы обучались чему-то, обучались какому-то мастерству, да? Либо учились где-то. Наконец-то вы завершили обучение, и теперь начнете, может быть, развиваться в этой области, в этой профессии, да? И, например, может быть, тогда у вас появятся клиенты за границей, или вы начнете строить свой бизнес, например, да? И так далее. Поэтому здесь именно новый какой-то этап жизни. В негативном смысле здесь может быть, когда вы вращаетесь вокруг вот этого круга, как лабиринт, и не можете выйти из какой-то ситуации. Какая-то ситуация постоянно с вами повторяется тогда. Лев. Верховная шрица. Какая-то тайна, какой-то секрет, что кто-то что-то скрывает, не договаривает, может быть, или не договаривал вам, да? Здесь что-то скроется, что-то станет известным, понятным, ясным для вас, да? Вот. Может быть, ваш секрет, кто-то о вашем секрете узнает, либо, может быть, вы о ком-то узнаете. Может быть, человек, который выдавал себя, не совершенно тот человек, как он представлял, да, себя вам. Поэтому здесь как будто какая-то тайна может раскрыться, либо кто-то что-то за вашей спиной не договаривал, там, делал какие-либо или не все вам говорил, да? Ну, здесь что-то может всплыть наружу. Также здесь, может быть, интуиция сильно развита будет в этот день. Здесь также духовное развитие по этой карте. И кого интересует, эта карта может давать беременность. Может быть, вы узнаете, что вы станете мамой. Может быть, еще в какой-то ситуации не будете знать, как поступить. И здесь вы хотите взять мудрый совет. И будете обращаться к такому человеку за подсказкой. Или, может быть, если вы занимаетесь эзотерикой, то тогда вы будете консультировать в этот день своих клиентов и придавать им рекомендации и подсказки. Дева. Карта суд. Карта суд. Здесь ангел пытается вам протрубить какие-то важные сообщения, известия. Здесь, может быть, разрастет какой-то звонок. Получите какие-то сообщения, новости, которые поменяют ваши взгляды. Ваши, может быть, интересы. Либо, может быть, вы поменяете мнение о ком-то. Это также может быть, знаете, когда нужно будет смириться с прошлым, отпустить прошлое. Либо разобраться с вашим прошлым. Потому что здесь эта карта может проигрываться, как карта кармы. Здесь, наверное, все-таки нужно будет закрыть дверь в прошлое для того, чтобы начать жить в настоящем. Потому что какие-то важные события могут произойти в вашей жизни в плане того, что перемены, изменения, трансформация может произойти. И, естественно, здесь вас подтолкнет. Подтолкнет тому, что вы начнете, может быть, воспринимать себя по-другому. Начнете ценить себя, свою жизнь. И начнете жить по-другому. Потому что здесь как будто раздастся звонок, будильник изнутри, разбудит вас и скажет, что так больше вы жить не будете. Или вы так больше примете решение, что вы так больше жить не хотите сами. И начнете сами менять что-то в своей жизни. Кто-то, может быть, будет обращаться в больницу, звонить в скорую помощь. Либо, может быть, здесь нужно будет обратиться в полицию или к пожарникам, да. Либо, наоборот, когда вас будет кто-то просить о помощи какой-то. Весы. Карта повешенная. Стагнация, нету прогресса, нету движения. Момент ожидания, когда вы ожидаете, может быть, чего-то. Или вы находитесь не в комфортной ситуации или в подвешенном состоянии. Потому что здесь нет каких-то изменений, которые вы ожидаете. Здесь как будто все стоит на своих местах. И здесь, знаете, нету сдвига, нету прогресса в ваших каких-то делах. Вот. Что-то зависит, может быть, не от вас, а именно зависит от ситуации. Здесь также может давать очень сильную эмоциональную реакцию. Либо, может быть, знаете, будет казаться, что постоянно что-то происходит с вами. И, может быть, здесь кто-то вам что-то обещает и не сдерживает своего слова. Вот. И здесь, естественно, вы захотите, чтобы вас пожалели, вас поняли. Здесь может быть такая эмоциональная реакция, когда вы захотите, может быть, поддержки, да. Скорпион Ретер жезлов, прогресс здесь в каких-то ваших делах. Здесь также вы будете, может быть, загораться, приходить какие-то новые идеи, появляться будут желания что-то делать, да. Потому что здесь, может быть, будете ездить по делам. Будет очень активная карта в плане того, что нужно будет ездить, делать что-то в этот день. Может быть, предстоит вам какая-то поездка. Может быть, будете решать какие-то вопросы, связанные с вашим транспортом, переездом, с путешествиями. Может быть, вы планируете отправиться в путешествие, да, в отпуск, например. Либо, может быть, к вам кто-то приедет, либо вы поедете кому-то в этот день. Также здесь, может быть, вы получите какие-то известия, сообщения. Ну, в общем, здесь эта карта говорит о том, что здесь произойдет какой-то прогресс, какой-то сдвиг в ваших делах. Потому что здесь жезлы, огненная стихия, когда вы будете загораться, когда вам будет что-то хотеться делать, достигать, завоевывать, да, по этой карте. И вполне возможно, что вы будете мотивировать сами себя и толкать себя на какие-то движения, на какой-то прогресс. Стрелец. Рыцарь. Рыцарь Пентакли. Здесь, знаете, стабильная финансовая ситуация. Человек копит деньги, он собирает, денежки приходят. Здесь он будет, может быть, обсуждать свои финансы с кем-то, анализировать, строить финансовый план. Он несколько раз подумает, прежде чем потратиться. Наверное, будете искать что-то, может быть, на скидках, что-то подешевле, да. Вот, может быть, будете принимать какие-то финансовые решения в этот день. Но здесь вы будете вести себя ответственно за свои финансы, да. Вы не будете в роли транжиры, потому что вы, наоборот, предпочтете собрать, накопить. Ну и также будете принимать какие-то решения, но торопиться с этими решениями вы не будете по этой карте, да. Вот, если будете делать какие-то ценные покупки, то будьте внимательными, ознакомьтесь с документами, чтобы не было там ошибок, чтобы потом это не дало вам последствия в дальнейшем, да. Так, здесь, может быть, еще будете оплачивать, может быть, что-то связанное с дорогой, с транспортом, или, может быть, будете брать билеты, если вы, может быть, планируете поехать в ближайшее будущее куда-то. Но здесь как будто что-то будете оплачивать себе. Именно что-то связанное с дорогой, с путешествиями, либо с переездами. Козырог. Тройка. Тройка чаш. Здесь праздник, праздничное настроение. Что-то будете отмечать, праздновать, делиться, делиться с окружающими. Может быть, в этот день решите поднять бокалы за что-то, потому что это будут какие-то приятные, радостные известия. Здесь также, знаете, когда вы будете, может быть, какой-то прогресс в ваших делах может произойти здесь. Здесь также, может быть, прийти решение, что хотите пойти, может быть, собраться со своими друзьями, с подружками, выпить, поделиться, встретить с гостей, либо пойти в гости. Здесь, кого интересует, может быть, новость о беременности, о пополнении в семье. Но здесь будет праздничное настроение, застолье какое-то, может быть, да. Будет повод для того, чтобы что-то отметить, потому что здесь будут какие-то хорошие известия, какие-то хорошие новости, которые вас очень сильно обрадуют. Водолей. Карта башни. Что-то пойдет не по плану, не так, как вы планировали, да. Может быть, какие-то задержки. Может быть, здесь получатся какие-то новости, которые вас ошокировать могут в этот день. Но здесь как будто, знаете, что-то пойдет не так, как вы планировали. Здесь также нужно быть внимательными в этот день, потому что это марсианская карта. Это также очень активная и агрессивная карта. Поэтому здесь могут быть какие-то споры, скандалы, провокации, да. Может быть, вас кто-то спровоцирует на какую-то спору, скандал. Но здесь как будто какие-то ваши планы поменяются. Вы что-то будете, может быть, менять. Может быть, получите какие-то известия или новости, которые, знаете, вас ошокируют. И здесь, в связи с этим, вы начнете менять какие-то свои планы, может быть, да. Здесь также, может быть, задержки, если вы планируете лететь куда-то. Может быть, задержка рейса. Может быть, какие-то поломки будут. Либо, может быть, будете откладывать даты какие-то. Передвигать, да. Но здесь осторожно будьте с ушибами, с ожогами, с порезами. Потому что марсианская карта очень острая. Поэтому здесь с острыми предметами нужно быть очень осторожными. Рыбы. Четверка. Четверка жезлов. Здесь какие-то достижения, получение результата. Здесь праздник, праздничное настроение, да. Потому что здесь семейная карта. Это когда вы будете, может быть, в этот день праздновать что-то в семье. И в семье своей. Или, может быть, здесь будет какой-то повод. Какие-то события приятные могут быть. Может быть, здесь будете, знаете, отмечать день рождения, например. Либо какой-то банкет, либо, может быть, это свадьба. Либо отношения ваши переходят на другой уровень. Либо это покупка недвижимости, новоселье, переезда. Ну и здесь, когда человек уже получает какой-то результат. Тот самый результат, которого он ждал, к которому он стремился. Здесь есть очень хороший плод с кем-то поделиться, отметить. Также в этот день хорошо провести время в семье. Семейная обстановка, да. Ну и здесь очень такая приятная, радостная карта. Карта достижений. Вот такой у нас с вами получился расклад, мои дорогие друзья. Я вам желаю удачи и успехов на сегодня. Хорошего вам дня, солнечного вам настроения. Если вы до сих пор не подписаны на моем канале, буду очень благодарна, если вы подпишетесь. Заранее благодарю вас за вашу поддержку. Огромное вам спасибо за ваше внимание. До завтра. Пока-пока.